Квартирный потоп. В одной из четырех этажек Джанкойского района крыша течет так, что затапливать начинают уже и вторые этажи. Люди несколько лет борются с проблемой, но возможности жильцов, большинство из которых пенсионеры ограничены, да и достучаться до власти порой очень сложно. Продолжить тему Дартсдоров. Ну вот так мы живем. В связи с тем, что течет кровь, пожалуйста, у нас сверху, снизу. Со всех сторон у нас плесень поражена. И поток, и стены. Квартира Сергея находится на третьем этаже четырехэтажного дома в селе Завет Ленинский. С потолка течет, как говорит владелец, чуть ли не струей. На четвертом этаже его соседи начали было делать ремонт, но тут же закончили. Штукатурку со стен смывает, а на самой крыше даже деревья растут. Бороться, говорят жители, бесполезно. Дождей здесь нет уже почти четыре дня, но крыша до сих пор течет. Скорее всего, вода задерживается под покрытием и проникает под панель. И, как видите, здесь даже образовываются небольшие сталактиты. Куда только жильцы не обращались за помощью. Дошли даже до министерства ЖКХ. Недавно была проверка. Жителям пообещали, что если будет проект, то деньги на ремонт выделят. Но местные власти и управляющие компанией утверждают, что финансов нет. Тут же нам сказали, что денег нет у них здесь в Адонисе. И в сельском совете проект очень дорого делать мы не будем. Хотя все, я думаю, справно платят за воду, за всё. А тарифы, я думаю, вы знаете какие. В администрации сельского поселения руководителя на месте не было. А заместитель комментировать ситуацию отказалась. В управляющей компании тоже не души. Лишь сторож. А никого мы уже вообще на дереве сможем? Нет, по-моему, я всё, я принимала всё. А директор где не подскажет? Не знаю, я ничего не знаю. В райсовете ситуации знают. Говорят, дело тут тонкое. В селе Завет Ленинский в 2015 году должны были отремонтировать 5 домов. Но с уменьшением финансирования оставили 3. Самых старых. Постройка по улице Ленина входит в план, но сам он рассчитан до 2030 года. Да и дома определяют автоматически компьютерным жребием. Поэтому, когда отремонтируют многострадальную четырёхэтажку, точно сказать никто не берётся. Мы попытаемся внимательно ещё раз вникнуть в эту ситуацию с выездом на место. Разобраться, если действительно ситуация архиплохая, то мы будем принимать, конечно же, управленческие решения и по этому дому. Люди искренне верят, что понятие архиплохо у местных чиновников адекватное. Потому что дальше терпеть такую антисанитарию жители не намерены. Говорят, если в кабинетах власти к ним опять не прислушаются, от просьб перейдут к ультиматумам. Эдуард Сдуров, Денис Тищенко. Время новостей. Джанкойский район.